Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 20 июля, Православная Церковь совершает память святой мученицы Кириакия. В царствовании императора Диоклетиана некий христианин по имени Дорофей и жена его именем Евсевия, будучи бездетными, молились Богу о том, чтобы он даровал им детей, причем обещали посвятить ему свое дитя, если оно родится у них. По их молитве в один воскресный день у них родился младенец женского пола, которому они дали имя Кириакии и крестили его святым крещением. Воспитывая дочь свою в христианском учении и добрых наставлениях, они сохраняли ее в непорочности, чтобы согласно своему намерению отдать ее на служение Богу. В это время воздвигнуто было на христиан гонение, и благочестивые родители с дочерью своею были преданы императору Диоклетиану, который, произведший над ними суд, сперва повелел в течение долгого времени бить их, и потом Дорофея и Евсевию отослал в Митиленскую страну к правителю Иусту, а Кириакию в Никомедию к кесарю Максимиану. Последний допросил святую, и, видя, что она тверда и непоголебима в вере, повелел разложить ее на земле и долгое время без милосердия бить. Во время этого истязания Кириакия предавалась молитве, и это привело Максимиана в страшный гнев. Но святая мученица сказала ему, «Не обольщайся, Максимиан, никогда ты не заставишь меня подчиниться твоей воле, ибо мне помогает Бог». После сего Максимиан послал святую Кириакию к правителю в Ефине Илариону, который, допросив ее, велел ввести ее в идольский храм. Но святая помолилась, и по ее молитве произошло сильное землетрясение, причем все идолы, бывшие в храме, попадали на землю и рассыпались в прах. В храм ворвался вихрь и поднял этот прах на воздух, а затем блеснула огненная молния и опалила правителю Илариону лицо, после чего он, упавший со своего седалища, тут же умер. Тогда пришел другой князь области, соправитель первого, и, узнав обо всем случившемся, приговорил Кириакию к сожжению огнем. По его повелению раскалена была большая сковорода, и на нее бросили святую. Тут она молитвенно, воздевши руки, долго молилась, и в это время при чистом летнем небосклоне сошлось небо облако и уничтожило весь жар огня. Так что Кириакия осталась совершенно невредимой. После этого правитель повелел привезти святую Кириакию на место суда и выпустить на нее разных зверей, но и тут она осталась невредимой, так как звери, вместо того, чтобы броситься на нее, валялись у ее ног. Видя это, многие из бывших здесь язычников уверовали в Господа нашего Иисуса Христа, а святая брошена была в темницу. Спустя несколько времени после сего правитель пришел на место суда и, сев на свое судейское седалище, приговорил ее к смерти. Святая Кириакия попросила у него разрешение помолиться, долго молилась и, давшей наставление сопровождавшим ее христианам, преклонилась к земле и мирно скончалась. Когда пришли воины, чтобы исполнить над нею судебный приговор, то нашли ее уже умершую и пришли от этого в удивление. В это время послышался с неба голос, сказавший им «Братья, идите и расскажите все о великих делах Божьих». Воины после этого возвратились, прославляя Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых преподобного Фомы Иже в Малии, преподобного Акакия Синайского, о котором повествуется в Лествице, преподобной Ефросини в Миру Евдокии, великой княгине Московской. Празднуется обретение мощей преподобного Герасима Болдинского, мучеников Перегрина, Лукьяна, Помпея и Сихия, Папия, Сатарнина и Германа, священномученика Эпиктета, пресвитера и преподобномученика Астиона, монаха, священномученика Евангела, епископа Томского, Кюстенджийского, священномученика Павла Чернышева, пресвитера. Совершается празднование иконе Божией Матери Влахернска. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем те заименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи Божией во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы! Многое вам и благая лето!